Добрый день! Начинаем пятую сотню анбоксингов и снова сфера Марусенко. Я наконец-то собрал все пять штук. Под прошлым видео мне насоветовали мест, где можно приобрести оставшиеся две. И некоторые места действительно казались полезными. Уровень четвертый, четырехцветный, оказалось можно купить на различных озонах в Айбер и Яндекс.Маркетах вполне даже легко. А с уровнем пятым возникли трудности, но в одном магазинчике все-таки голомка нашлась. В описании оставлю ссылочку, вдруг кому интересно, больше я нигде не нашел. Про Китай вообще молчу, там такого уже нет, в крайней мере в нужном размере. Сегодня я расскажу про уровень четыре, сфера Марусенко, естественно подделка. На коробке все написано по-русски. Издатели, не кто, айгью, игры в дорогу, игролэнд. Вот такая коробочка, здесь нарисована еще другая версия. Головоломка, шар соберет цвета цветной. И игролэнд, шар, головоломка, пластик 7 сантиметров. Ну и еще всякая информация. Но мы знаем, что это сфера Марусенко, уровень 4. Здесь можно видеть все пять уровней. Первый это двухцветный черно-белый, либо другие цвета могут быть. Второй, шесть цветов и белые углы. Третий, четырехцветный, либо как у меня, цвет российского флага. И вот четвертый, четыре цвета, пятый, восьмицветный. Открываем. И вот она, хорошая сфера Марусенко, хорошо подделанная. Видим, те самые четыре цвета, форма, как и у остальных подделок, собирается действительно чуть сложнее. Здесь те же самые восемь углов и остальные двадцать четыре центральных элемента. Давайте покрутим. Вращается как два на два. И вращаются центральные кружки. Здесь для сборки, ну, можно собирать, конечно, полностью интуитивно. Но может потребоваться и трицикл из различных кубоидов, кубиков пять на пять. Ну, много где использующих трицикл. Покажу обязательно. Вращается уже, на удивление, хорошо. Лучше, чем оригинальная сфера Марусенко. Уровень первый, который у меня есть. Ну, либо я ее уже достаточно покрутил. Собирать можно по-разному. В основном интуитивно. Главное, поставить два цветных уголка рядом. К ним еще два других уголка другого цвета. Раз, два. И потом на противоположной стороне собрать оставшиеся. Сейчас они собрались сами, но могут быть разные ситуации. Которые можно переставлять, к примеру, алгоритмом F в пиф-паф. F' И элементы переставились. Либо можно делать Т первым из кубика два на два. Вообще, это кубик два на два в форме шарика, у которого углы стали одноцветными и их ориентация не важна. Поэтому многие алгоритмы здесь работают. В данном случае два желтых, два зеленых. И все. Нужно собрать остальное. Поставим желтое и зеленое рядом. Зеленое и желтое. Посмотрим на то, что здесь. Если мы будем переставлять по диагонали, то синий поменяется синим и ничего не изменится. Поэтому проще сделать перестановку Т первым, поменять вот эти два. Ну, либо другими способами. Делаем Т первым. И видим, что собрались. Положение вот этих столбиков и двух элементов может быть разное. Я просто ставлю, чтобы синие и зеленые элементы были напротив. Ну, получается, красные и желтые тоже напротив. Дальше остается собрать центральные элементы. И здесь, допустим, вот это верх, это низ одинаковые. И бока должны быть двухцветные, ну, боковые центры. К примеру, здесь должно быть два желтых, два синих. Я рекомендую сначала собрать какой-нибудь четырехцветный центр и второй четырехцветный оставить на конец. А боковые собираются легко. Ну, давайте с этого начнем. Здесь, вот, желтый можно поставить на место, красный тоже на месте. Сюда хорошо бы поставить зеленый. Здесь есть зеленый. Захватываем его. Отводим сюда. Ну, ставим вот эти два на место. Ну, эти бы неплохо поменять места. Можно трициклом, а можно просто так же что-нибудь захватить. Ну, не сломав остальное. А если мы этот переместим сюда, то здесь должен быть синий. Поэтому надо захватить где-нибудь синий элемент. И они вот так вот передвинутся. Так. Захватываем. Проверяем, что получилось. То есть, да, четыре элемента стоят на местах. Можно делать любыми способами. Процесс интуитивный. Дальше. Переворачиваем. И собираем вот эти вот двойные полосочки. Ну, начинаем с уже собранных. Желтые есть. Их можно поставить вот сюда. Ну, и не ломай остальные. Сюда можно захватить красные отсюда. Вставляем желтые. Забираем красные. Возвращаем. И вот красные хорошо встанут вот сюда. А здесь желтые будут неплохо стоять. А сюда нужны еще зеленые. Ну, зеленые тут тоже есть. Вот как раз с синими обменяемся. Проверяем, что вышло. Вот эта грань уже готова. И здесь тоже все неплохо. Осталось собрать вот это и вот это. Но здесь можно красные поставить. И не хватает синего. Синий мы вот этим элементом заберем отсюда. Делаем вот так. Поворачиваем. Возвращаем. Проверяем. С этого центра мы начали. Тут собрано. Тут собрано. Тут собрано. Тут нет. И верхней тоже нет. Понятно. Можно отсюда прям желтую штуку забрать. Двойную. Поставим два желтых элемента слева. Поднимаем. Разворачиваем. Возвращаем. Бока все собраны. Здесь поворачиваем. И на удивление и здесь все собрано. Но это повезло. Все собралось интуитивно. Но может потребоваться и три цикла, о котором я говорил. Покажу, как он работает. Будут задействованы три элемента. Этот. Этот. И вот этот. Покажу сначала на кубики. Р. Уштрих. Эль штрих. У. Эр штрих. Уштрих. Эль. У. И у нас что-то переставляется. На шарике у нас будут переставляться вот эти три элемента. Этот пойдет сюда. Этот сюда. Этот сюда. Вращаем. Р. Половина шарика. Уштрих. Это только центр. Дальше. Эль штрих. У. Эр штрих. У штрих. Эль. У. И вот что-то перемешалось. Вот эти два сдвинулись. Вернее, зеленый перешел сюда. Желтый. Вот он. И отсюда синий перешел сюда. И получается вот такой простой трицикл. Но может быть и непростой. К примеру, мы можем получить вот такую ситуацию. Здесь все собрано, кроме последнего верхнего центра. Два элемента на местах, а два нужно переставить. У нас есть три цикла, и мы переставляем только три элемента. А здесь нужно два. Что мы делаем? Берем вот эти два, которые нужно переставить перед собой. И делаем трицикл, который переставляет синий элемент на синий. Для этого придется подвернуть. Таким образом, синий пойдет сюда. Ничего не испортит. Этот синий вернется вот сюда. Соберется. И желтый перейдет сюда. Все станет хорошо. Таким образом, мы можем собрать вообще всю головоломку. Делаем. R, U штрих, L штрих, U, R штрих, U штрих, L, U. Ну, это движение можно было не делать. Это был сетапмов. И вот сфера Мурусенко. Уровень сложности 4 собрана. Ну, естественно, это ее подделка. Вот такая вот нехитрая головоломка. Она поинтереснее, чем первые три уровня. Хотя уровень 1, можно из него делать всякие узоры. И глянцевые все-таки оригиналы у меня. Хотя и подделки тоже купить можно. Вот логотип настоящий Мурусенко. А вот это вот покрытие в виде мяча, это у подделок. В итоге, я доволен, что мне удалось приобрести все модели. Про уровень 5 я расскажу в другой раз. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.